Добрый день, дорогие друзья! Чудеснейший портал Экзегет вас приветствует. Отвечаем на ваши вопросы. Как быть многодетному отцу, который из-за вечной занятости не может уделять столько внимания детям, сколько им требуется. Для начала, я сам многодетный отец, я думаю, что лучше перестать себя оправдывать, потому что чаще всего у нас не получается уделить столько внимания, сколько нужно, просто из-за самооправдания и еще жалости к себе. Возвращаешься с работы и думаешь, как я устал, сейчас приду домой и отдохну. И вот ты заходишь и прям с порога, ребята, как я устал, мне надо отдохнуть. Но на самом деле, конечно, если себя настраивать, когда ты еще едешь с работы, что наконец-то, наконец-то я могу видеть своих чудесных детей, их обнять, провести с ними время, выслушать их, пока они будут мне рассказывать свои истории, я как раз посплю. Вот тут, конечно, да, все будет совершенно по-другому. Это один момент. Второй момент, что детям зачастую не только внимание нужно, но еще и нежность. Бывает, что если правда родители очень много трудятся, разно бывают ситуации, бывают большие долги или там правда требуется большое количество средств и там две работы у человека бывает, то даже то малое время, которое вы проводите, оно может быть в нежности, внимательности, лишний раз обнять, поцеловать. Даже то, как вы встречаете ребят после работы, как вы уходите на работу, даже это уже на самом деле является вниманием. Но еще раз подчеркну то, о чем говорил вначале, лишь бы не было самооправдания, потому что себя мы тоже очень любим и хотим, внимание себе уделяет тоже очень много. Все-таки, если мы уже родили детей, мы за них ответственны перед Богом. Кстати, кстати, не так много лет дети с нами будут. Они когда подрастают, они уже ни в каком внимании родительском не нуждаются. Поэтому цените то время, особенно если дети маленькие и радуйтесь этому. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.